Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается обзор по основным валютным парам компании Гранд Капитал. Ну что ж, эта неделя выдалась довольно-таки интересной. Вчера, в среду, 18 декабря, ФРС приняла знаменательное решение о начале сокращения стимулов. Но, на самом деле, решение это оказалось неоднозначным, а даже, можно сказать, двойственным. С одной стороны, было принято решение начинать сокращать стимулирование экономики. И первое сокращение на 10 миллиардов долларов будет уже в январе следующего года. Иначе говоря, в январе следующего года ФРС США выкупит государственных облигаций, а также ипотечных бумаг на сумму уже не 85 миллиардов, а 75 миллиардов. Ну, здесь ситуация оказалась неоднозначной. В каком плане? Дело в том, что, помимо этого важного решения, которое оказало поддержку американскому доллару, также ФРС дала понять, что будет еще довольно долго придерживаться идеи поддержки экономики другим методом, а именно довольно низкими процентными ставками. Ну вот, после вчерашнего достаточно волатильного вечера на фоне выступления Бена Бернанки, единая европейская валюта все-таки снизилась. Она откатилась ниже уровня в 1,37 и сейчас торгуется в моменте на уровне 1,3670. Можно предположить, что и дальше единая европейская валюта будет оставаться под давлением, так как она не смогла с технической точки зрения закрепиться выше ключевого уровня 1,38. Ну и также все-таки паритет уже смещается в сторону американского доллара, который был довольно слаб по отношению к единой европейской валюты. Не только из-за процентной ставки, а именно, напомню, в Штатах основная процентная ставка – это четверть процента. И в еврозоне тоже сейчас уже четверть процента. А в первую очередь доллар был слаб тем, что, напоминаю, ФРС США вбрасывало в финансовую систему до 85 миллиардов долларов ежемесячно. Сокращение этого объема, конечно же, будет уже в некотором роде все-таки способствовать поддержке американского доллара. Тем более, на фоне вчерашних событий мы отмечаем продолжение роста доходности по американским десятилетним облигациям. Облигациям – это бенчмарк, который позволяет понять вообще некие ориентиры. К настоящему моменту данные десятилетки Трежерис Нот торгуются на уровне 2,9%. Это имеется в виду, конечно же, доходности этих бумаг. Итак, мы неделю назад предполагали, что если действительно ФРС примет решение сокращать стимулы или что-то вроде этого, очертит какие-то рамки принятия соответствующего решения или сроки, то пара евро-доллар окажется под давлением. Действительно, она снизилась к уровню, который мы предполагали. Это равняется 23% по Фибоначчи, если брать вот это вот расширение. Итак, к настоящему моменту пара торгуется ниже ключевого уровня 1,37% и ниже уровня в 23% откока или отката по Фибоначчи 1,3690. Если пара действительно не закрепится выше этого уровня, то можно ожидать, что она продолжит свое снижение к уровню 1,3615 или 1,36. Вполне вероятно, что пробитие данного уровня может привести и дальнейшее снижение пары уже к уровню 1,3550-1,3560. С технической точки зрения на четырехчасовом графике мы видим некоторую перепроданность пары, если обратим внимание на осцилляторы. Но, с другой стороны, все-таки пара довольно сильно выросла за последнее время, и она имеет потенциал к снижению, особенно на фоне последних событий. Итак, что касается картины, связанной с трендовыми индикаторами. Итак, пара довольно долго двигалась в боковом диапазоне, но на фоне вчерашних событий, вчерашнего результата заседания ФРС, также комментарии Банны Бернанке по планам денежно-кредитной политики на ближайшее время и, возможно, даже на несколько лет вперед. Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже наших скользящих средних с периодами 8 и 21. Осцилляторы. Мы видим, что MACD ушел в отрицательную зону ниже нулевой отметки, под влиянием вчерашних событий, что, собственно, указывает на превалирование нисходящей тенденции. Что касается стахастиков, стахастики находятся в зоне перепроданности и пока не дают никакого сигнала на возможный откат наверх или на какую-то коррекцию по отношению к вчерашнему движению. Индекс относительной силы RSI продолжает демонстрировать устойчивое нисходящее движение. В целом, можно говорить, что вполне вероятно можно ожидать продолжение коррекционного нисходящего движения по валютной паре евро-доллар. Первая цель, напомню, 1.3615. Вторая цель, это 50% уже будет по Fibonacci отката, 1.3550. Следующая валютная пара, британский фунт, американский доллар. Вчера перед заседанием ФРС, а именно 18 декабря, фунт получил хорошую поддержку на фоне данных по числу заявок на пособия по безработице, а также коэффициента безработицы, которые оказались гораздо лучше прогноза. Что, собственно, способствовало локальному укреплению британского фунта. Но, опять же, на ожиданиях решения ФРС по монетарной политике фунт проколол уровень 1.6470, но затем ушел ниже этого уровня. И уже находясь в русле вчерашних событий от ФРС, он начал консолидироваться. Хотя заметного снижения пара не получила. В целом, продолжает она в последнее время двигаться в боковом диапазоне, довольно узком боковом диапазоне. Между такими значениями 1.6270 и 1.6470. Ну, порядка 200 пунктов. Наш прогноз был по паре, что пара может получить поддержку, может вырасти, но, к сожалению, наш прогноз не оправдался. В ожидании решения ФРС пара снизилась к уровню 1.6270, но затем на фоне неплохих данных из Штатов. Но, прошу прощения, из Великобритании, о которых я уже сказал, но сейчас практически замерло в ожидании нового толчка. А именно сегодня в 17.30 по Москве будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. В русле последних вообще веяний, последних заявлений Бена Бернанке. Эти данные будут важными для понимания вообще того, продолжает ли восстанавливаться экономика Соединенных Штатов. Ну, что, во всяком случае, происходит на рынке труда. И также сегодня будет важный филадельфийский индекс активности и занятости. А также производственный индекс активности ФРС в Филадельфии, который, в общем-то, грозится быть лучше предыдущего значения. 10 пунктов против 6,5. В целом, можно говорить, если данные окажутся лучше, это должно поддержать американский доллар и оказать давление на британский фунт. Во всяком случае, локальное давление, которое может скорректироваться к локальному уровню 1.6250-55. Что касается трендовых индикаторов, то они демонстрируют возможное продолжение движения наверх, если не учитывать ту консолидацию, которую мы видим на протяжении сегодняшнего дня, а именно 19 декабря. В целом, трендовые индикаторы показывают, что пара может продолжить свой рост. Что касается осцилляторов, MACD находится выше нулевой отметки, тем самым указывая действительно на какую-то возможность продолжения движения вверх. Что касается стахастиков, то стахастики довольно-таки уверенно движутся вниз, пересекли сверху вниз уровень в 50% и движутся к зоне перепроданности, тем самым указывая на все-таки вероятность движения вниз. Индекс относительной силы RSI также указывает на слабую возможность продолжения нисходящей тенденции. В целом, если данные окажутся неплохими, можно будет ожидать действительно, что пара фунт-доллар спустится к локальному уровню 1.6250. Следующая валютная пара – американский доллар, швейцарский франк. Как мы и предполагали, пара выросла и, конечно же, в первую очередь благодаря вчерашнему решению ФРС по монетарной политике. Пара преодолела уровень отката в 23,6% по Фибоначчи и сейчас стремится к уровню в 38%. Пересекает она скользящую среднюю с периодом 100. Движение довольно-таки уверенное, тем самым демонстрируя все-таки локальную силу американского доллара. Трендовые индикаторы демонстрируют на возможность продолжения роста данной валютной пары. Что касается осцилляторов, то индекс относительной силы вошел в зону перекупленности, что указывает на вероятность какой-то приостановки движения пары вверх. То же самое демонстрируют стахастики, которые вошли в зону перекупленности. Что касается MACD, то данный индикатор также находится выше нулевой отметки, указывая на возможность продолжения движения наверх. Но что касается перспектив данной валютной пары, можно предположить, что она может достигнуть уровня отката по Фибоначчи в 38,2%, а именно уровня 0,8995 или 0,90. Что касается динамики трендовых индикаторов, то они демонстрируют возможность продолжения роста пары вверх к уровню 0,90. Осцилляторы, как я уже говорил, они указывают на возможность разворота пары, локального разворота пары. Но вполне вероятно, пара развернется, уже достигнув уровня 0,90. Или, во всяком случае, будет отстаиваться около этого уровня. Следующая валютная пара – американский доллар, японская иена. Иена по-прежнему находится под давлением. После вчерашнего решения ФРС по монетарной политике, теперь стало ясно, что единственной страной у нас остается, которая может продолжить смягчать свою денежно-кредитную политику, вливанием денежных средств в систему, это остается Япония. На этом фоне, конечно, японская валюта преодолела уровень сопротивления, около которого надолго топталась именно в 103.40. И на фоне вчерашнего выступления Беннабернанке преодолела уровень в 104 иены. Вполне вероятно, что пара продолжит и дальше расти. Если обратить внимание на дневной график, мы видим, что пара преодолела некий уровень сопротивления, а именно 103.40. Обратите внимание на недельный график, то здесь фактически мы не наблюдаем каких-либо рейперных точек, которые могут указывать на приостановку пары около какого-то уровня. Если опять вернуться на четырехчасовой график, можно предположить, что после этого роста, скорее всего, пара откорректируется немного вниз. Вполне вероятно, к этому уровню, к этому максимальному значению, которое она преодолела, 103.40-45, либо она будет отстаиваться чуть выше вот этого уровня 103.80. Что касается индикаторов трендовых, то они демонстрируют устойчиво восходящее движение. Осцилляторы, а именно MACD, указывают на возможность продолжения роста наверх. Индикатор еще не достиг каких-то экстремальных значений, которые бы указывали на возможность локального разворота. Что касается стахастиков, то они находятся в зоне перекупленности и пока не указывают на то, что могут развернуться вниз и то, что цена может развернуться вниз. Что касается индекса относительной силы, то он вышел из зоны перекупленности и теперь опять стремится войти в эту зону. Но что касается перспектив пары доллар-иена, можно предположить, что теперь следующим уровнем, который может протестировать пара, является уровень 105 иен. Следующая валютная пара – австралийский доллар, американский доллар. Пара по-прежнему продолжает испытывать давление. Мы предполагали на прошлой неделе, что пара может локально подрасти к уровню 0.91.70, но этого не случилось. Опять же, на фоне ожидания решения ФРС по монетарной политике, но и в целом по той ситуации, которая сложилась в экономике Австралии, которая испытывает определенные проблемы. Итак, пара пробила важный уровень 0.88.90, если мы обратим внимание на дневной график, вот этот вот уровень, около которого она отстаивалась довольно-таки долго, и теперь она открыла себе дорогу вниз. Теперь, где можно ожидать пару, если данная тенденция продолжится? Ну, можно предположить, что это ближайшая цель будет 0.87.70, где, собственно, пара может приостановиться, или куда она может дойти. Трендовые индикаторы продолжают демонстрировать устойчивую нисходящую тенденцию. Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже наших скользящих средних 8 и 21, а также ниже стадневной скользящей средней. Что касается осцилляторов, то они также демонстрируют, в общем-то, продолжение нисходящей тенденции. МСД находится ниже нулевой отметки. Что касается стахастиков, то мы видим, что последний максимум оказался гораздо ниже двух предыдущих, что указывает на устойчивую нисходящую тенденцию. Индекс относительной силы также демонстрирует подобную тенденцию и пытается войти в зону перепроданности. В целом, если охарактеризовать общую картину, которая складывается на рынке после вчерашних важных событий, а именно заседания ФРС по монетарной политике, решение Федрезерва начать сокращать объемы выкупа ипотечных бумаг, а также государственных облигаций, доллар все-таки, как нам представляется, локально может продолжать получать неплохую поддержку. Потому что все-таки тот паритет, который сложился на фоне того, что ФРС впрыскивала в финансовую систему США по 85 миллиардов долларов ежемесячно, уже будет сходить на нет. А значит, в целом слабые экономики Европы, а также Азии будут оставаться, скажем так, в хвосте по отношению к восстанавливающейся, растущей экономике Соединенных Штатов. На этом у нас все. Удачи вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok